Корреспонденты Лабытнанского телевидения достаточно часто темами для своих репортажей выбирают сообщения горожан с форума официального сайта администрации. Так случилось и сегодня. Пользователь под ником Просто Мария просит принять меры для того, чтобы оба отделения городской бани вновь работали в штатном режиме. Напомню, из-за ремонта в парилке был введен график мужских и женских дней. Максим Швец встретился с руководителем городского хозяйства и постарался выяснить, когда же можно будет поддать парку. С момента нашей последней встречи с руководителем предприятия городского хозяйства Шавкатем Халиулиным здание городской бани прошло почти два месяца. Шавкать Шамилевич показывает, что удалось сделать за это время. Каждый год менялась вот эта доска. То есть вот эта вот доска. Просто вот эта доска менялась. Потому что видите, она как в состоянии, как бы да, менялась. А в этом году мы когда начали скрывать и у нас возникли вопрос, он той внутренней, первоначальной, которая покрытия, это где теплоизоляция и вот это вот. По словам руководителя горхозы, ремонт парилки мужского отделения затянулся из-за недостатка финансовых средств. Когда строители только приступали к работе, никто и подумать не мог, что вместе с отделочным материалом из редких пород древесины необходимо будет заменить и утеплитель. На сегодняшний день они продолжаются. И у нас возникли в ходе ремонтных работ, скрытые работы, как вы сейчас сами видели. Это надо менять полностью изоляцию и внутреннюю обшивку вместе с теплоизоляцией. Вопрос в городской бане, а точнее сроков завершения в ней ремонта волнует многих горожан. Это подтверждает сообщение на сайте администрации. Одно из таких появилось буквально на днях. Это уже просто невыносимо. Из-за того, что работает одно отделение, мужской и женский день, приходится полдня выходного потратить на то, чтобы попасть в баню. И последние две недели в парилке ужасно. Пара толком нет. Сырость. Вроде что-то делали в парилке, но, видимо, не доделали. А баня все-таки стоит 200 рублей. Примите какие-то меры к исправлению ситуации. Думаю, что те, кто уважают баню, со мной согласятся. Шавкать Халиулин причину проблемы очередей. Из желающих попариться видят отнюдь не в ремонте. По его словам, процесс тормозят недобросовестные посетители. Есть такие факты, когда мужчины берут, оплачивают на один час, а моются по два-три часа. С этим возникают очереди. Все хотят помыться, но тем не менее человек, купив билет, стоит, ждет, когда где-то освободится место. А некоторые люди заходят туда и сидят, они выходят. Поэтому мы сейчас ищем пути решения этого возникшего факта, чтобы в дальнейшем искоренить это все. И все же возвращаемся к главному вопросу лабутнанских любителей жаркого пара. Когда же в банной неделе исчезнут мужские и женские дни? Срок я точно сказать не могу. Все зависит от финансирования. А финансирование будет у нас нормально. Значит, мы приобретем материалы, потому что материалы мы приобретаем в других городах за пределами Иоанна. Это тоже липа, специальные доски, специальный материал. Это надо закупать. Поэтому я конкретные сроки пуска второго зала сказать не могу. Это значит лишь одно. Вопрос легкого пара пока остается открытым. Когда съемочная группа ЛТВ вновь пойдет в баню, сказать трудно. Остается лишь надеяться, что этот визит случится по поводу завершения ремонта. Максим Швец, Дмитрий Сверид, программа «Ремесная». Дмитрий Сверид, программа «Ремесная».